Дорогие братья и сестры, скажем слава нашему Богу! Хорошо, когда мы имеем общение, спешим в Дом Божий и спешим принести зус наших, благодарность Господу, который заботился и полагал попечение о нас. Почему о нас? Почему мы особенные? Мы дети Божьи, потому что мы причастны обетованиям, мы служим Иисусу, мы поклоняемся Ему, мы говорим о Нем, мы поем о Нем, потому что Он сделал для нас нечто большее. И Он верен в Своих обещаниях, в обетовании Своем. И когда пред нами, я не раз этот, думаю, размышляю о том, когда даже человек неверующий приходит среди верующих людей в Дом Божий, и первое, что Ему в уши ложится, это то, о ком, о чем здесь поют, кого прославляют, кому молятся. Это склоняется пред могуществом Иисуса Христа, который дал нам наилучее и наиважнейшее обетование. Почему? Потому что апостол Петр записал, что все дела, все эти наши житейские, вся эта земля, придет время, и оно будет подвержено огню, оно сгорит. Но по обетованию Иисуса Христа мы ожидаем нового неба и новой земли, на которой будет обитать правда. И хорошо, размышляя о обетованиях, Коринфянам записано, в нем обетование да и аминь, и неизменно. Когда мы возьмем, я прочитаю несколько примеров из жизни патриархов Авраама, о испытании, о обетовании Божьем, которое было дано для Авраама. Бог говорил, и откроем это местописание, если вы имеете Библию, может высветят, это записано. Я продолжу. И испытание, которое перенес Авраам. Бог сказал, чтобы он, Бог даст ему потомство, Бог благословит. Но было в жизни Авраама очень большое испытание. И я хочу остановиться. И это сильнейшее и тяжелое испытание. Когда у него не было детей, он просил Авраам, чтобы Бог послал наследника, и Бог послал Исаака. Это долгожданный сын. Он родился в старости, и Бог неизменный. Но здесь произошло нечто такое, которое можно было... Не то, что обидело Авраама, но оно, я думаю, что сильно как бы сотряснуло в жизни, когда Бог проговорил к нему, чтобы он взял Исаака и принес пред Богом жертву. Это не ноя, как написано. И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, который ты любишь, Исаака, и пойди в землю, Мария, и там принеси его во всесожжение, на одной из гор, в которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла свою, взял с собой двоих сотроков своих, Исаака, сына свою, наколол дров для всесожжения и встал, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам вознес очи свою, видел то место издалека, и сказал Авраам отроком своим им, останьтесь вы здесь с услом, а я и сын пойдем туда, и поклонимся, и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака сына свою, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, отец мой, он отвечал, вот я сын мой, он сказал, вот огонь и дрова, где же Агнец для всесожжения? Авраам сказал, Бог усмотрит себе Агнец для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе, и пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и взял сына своего Исаака, положил ее на жертвенник поверх дров, и простер Авраам руку свою, взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господний возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам, он сказал, вот я. Ангел сказал, не поднимай руки твои на отрика, и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься, ты Бога. И не пожалел сына твоего, единородного твоего, для меня. И возвел Авраам очи свои, и увидел, что вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна, и принес ее всесожжение, место сына свое. И нарек Авраам имя месту тому, и Егова Ире. Посему и ныне говорится, на горе Егове усмотрится. Прошлое служение, этот брат, который был у нас в гостях, и названа миссия их, Бог усмотрит. Это тяжелейший из испытаний, единственный сын Исаак. И Бог говорит, возьми его и приноси в жертву. Но вы знаете, забегая наперед, Авраам сильно верил, он сверх надеждой поверил, что и в старости, когда он просил Иссарию о детях, и Бог сказал, у тебя будет столько потомства, сколько ты не сможешь сосчитать, примерно как песок на берегу большого моря. И Бог был верен в обетование, но что-то здесь нестыковка, возьми сына, иди принеси в жертву. Здесь нас писано, что Бог искушал Авраама, Бог проверял, Бог вступился, Он хотел видеть его живую веру, верен ли он к Божьему обещанию, сделает ли он по слову, как Бог говорит, это тяжелейшее, что пришло в его дом. Он знал, что Бог переменит, Бог вступится, Бог что-то по-другому сделает, и так случилось. И сказал ангел, не поднимай руки твои на отрика, и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единородного твоего для меня. Второе место Писания, это записано, если возьмем, пройдем жизнь, сын Исаак, но у Исаака был сын Иаков, и я хочу о нем прочитать, это встреча лично, большая встреча, когда уже Исаак повелел, чтобы он здесь, жены себе не искал, в этих местах ананских, и он переходил, и что-то случилось, в другое место, в другую землю, здесь написано, и призвал Исаак Иакова, и благословил ее, заповедал ему, и сказал, не бери себе жены из дочери хананейских, встань, поди в Месопотанию, в дом в Афуил, отца матери твоей, возьми себе жену туда, из дочери Лавана, брата матери твоей, Бог же всемогущий, да благословит тебя, да расплодит тебя, и да умножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и послушался так, Исаак, он вышел, и Иак уже вышел из Версавии, пошел в Харан, и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце, и взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте, и видел во сне, вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается небо, и вот ангел Божий восходит, и не сходит по ней, и вот Господь стоит на ней и говорит, я Господь Бога в рам, отца твое, и Бог Исаака, и земля, на которой ты лежишь, я дам тебе потомство твое ему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, к востоку, к северу, и к полудню, благословляться в тебе, и все семени твои, чем все племена земные, и вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебе всю землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Иаков пробудился от сна своего, и сказал, истинно Господь присутствует на месте всем, а я не знал, и убоялся, и сказал, как страшно свое место, это не ноешь то, как дом Божий, это врата небесные, и встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елел наверх его, и на рог имя месту тму вефиль, прежде имя этого города было луз, и положил Иаков обед, сказал, если Бог будет со мной и сохранит меня в пути всем, в который я иду, даст мне хлеб, есть и одежду, одеться, и я в мире возвращусь в дом Отца Своего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим, и я из всего, что Божий даруешь мне, я дам тебе десятую часть. И убоялся и сказал, как страшно сего места, это не ноя, как дом Божий, это врата небесные. Что-то приходилось в нашей жизни, может это был обыкновенный сон, может было, но он был уставший, этот камень изголовья, это не сильно приятная, как бы, постилка для головы, но это не что иное произошло, которое сильно встревожило и убоялся, и сказал, как страшно сие место, Бог дал там обещание, и что он верен. Но что это, из чего для нашей жизни, что мы можем взять из этих мест Писания, когда люди имели большую встречу с Господом налично, хотя была тяжелая жизнь у Якова, было очень много, дальше мы знаем, испытаний, разных встреч, и для нашей жизни, как бы не было, Бог остается в обещаниях верен. когда однажды для нашей жизни мы вступили в Завет, мы обещали Господу служить доброй и чистой совестью, Бог верен в Своем обетовании. И записано Иоанна 14 глава, 1 стих и ниже, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в Меня веруйте, в доме Отца Моего обители и много, если бы не так, я сказал бы вам, я иду и приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я, а куда я иду, вы не знаете, и путь знаете». Фома сказал Ему, «Господи, не знаем, куда идешь, а как можем знать путь?» Иисус сказал, «Я есть им путь истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня, если бы вы знали Меня, то знали бы Отца Моего, и отныне знаете Его, и видели Его». Филипп сказал Ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольны для нас». Иисус сказал Ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп, видевший Меня, видел Отца. Как же вы, и ты говоришь, покажи Нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отца, и Отец во Мне?» Слово, которое говорю я вам, говорю не от себя, «Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самим делам». Второе место Писания, которое записано римлянам. Здесь апостол Павел, обращаясь к Римской Церкви, «Он обратно-таки подвел черту об Аврааме, ибо незаконом даровну Аврааму или семьи его обетования быть наследником мира, но праведностью веры, если утверждающая на законе суть наследники, то щетна вера бездействия обетования, ибо закон производит гнев, потому что нет закона и нет преступлений, и так по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который Отец есть всем нам». Как написано, «Я поставил Тебя, Отцом многих народов, пред Богом, Который Он поверил, животворящим, мертвых и называющих несуществующие, как существующие». Он сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделал с Отцом многих народов, подсказанно так многочисленным будет семя Твое. И не изнемогши в вере, Он не помышлял, что тело Его почти столетнее, уже омертвело, и утроба сареного умертвения не поколебался в обетовании Божьим неверим, но прибыл тверд в вере, воздал славу Богу. И будучи вполне уверен, что Он силен, и исполнить обетование, и здесь для нас звучит это, «Потому и именилась Ему праведность, а впрочем, не в отношении к Нему одному написано, что именилась Ему, но и в отношении к нам минится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». И для нас, христиан, назоветних, как часто мы бывает, что-то получилось, что-то ломается, где-то приходит большое, я не скажу, это искушение для нас, искушение, прямо испытание от Господа, как было это с Авраамом, Бог искушал, но просто приходит проверка для нашей жизни, верны ли мы в обетованиях, верны ли мы в вере, и мы зачастую не имеем силы, но Бог Иисус, Он видел тех учеников или просто людей, которые иногда смущались, и как быть, как поступить, веровать ли, ходить, поклоняться, благодарить, признать Его искупитель, и были те люди, которые говорили, что мы знаем, где Он живет, знаем Его братьев, матери, отца, но это было не то. Иисус говорит, Я Иисус им сущий, Я в Отца, и Отец во Мне, те дела, которые Я творю, Отец творит, да не смущается сердце наше, потому что Бог верен об этого в обетованиях, но и в отношении к нам минится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых, Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Который предан за грехи以前 участвовал поясню